и снова всем жителям планеты доброе утро ну а ну снова конечно доброе 8 часов утра посмотрите какая тишина единственное только слышно там что-то на птичьем дворе утки конечно не могут крякать они у нас шипуны но слышно петухов потому что сегодня небольшой ролик птиц ответ на ваш вопрос а забой животных про агвай у нас только птицы и сегодня ответ на ваш вопрос приятного вам просмотра ну вот и снова елки ну как ее не снять я даже не заметил когда она выросла вот сейчас иду и вижу такую большую красавицу ой ну прям чуть ли не кремлевская здесь у нас орех но это вы уже все видели вот идем на птичий двор вот уже лиска здесь володя говорит когда он рыбу кормит она умудряется вот туда прыгать на те берега и когда рыбка начинает подплывать за кормом она не ловит лапкой один раз володя говорит поймала пять штук надо будет это попробуется снять да лизонька ализа лизе 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 красавица наш ой посмотрите вот как раз посмотрите он и накрадется это чтобы вам было видно сколько здесь рыбы кишет все ну давай лиска лови где ты там спряталась что-то на скромничать не подходит к берегу крадется крадется ну давай лиска давай ой поймала все лопает он за кустом спряталась и кушает ах ты шалунья все рыба нам так переловит ну вы посмотрите что творит а миночка ну тихо тихо сейчас поглажу сейчас подожди моя хорошая подожди тихо так третий заход она кстати у нас такая интересная то листка даже если что-то подаешь чашки кушать она не будет чашки кушать она лапы выбирает как ложкой так загребает лапой оружие это все вынимает из чашки а потом кушает ну вот так вот мы и кушаем зачем ее кормить она сама ну ладно друзья достаточно вы уже увидели ну погладила тебя все моя хорошая все моя золотая все пойдем тихо вот видите володя сегодня решил ну вернее не решил а так надо загнал сюда чтобы их здесь покормить петухов конечно ночью все вчера поймал ночью они там сидят в загородке в сарае где-то по моему 6 петухов вот как только с петухами мы разделаемся начнем заниматься утками но у нас конечно когда мы этим занимаемся мы это не сами делаем а сами делаем вон амиго вдалеке рукой машет вот сейчас я прибавлю вон они красавцы парагвайцы как раз вот это который первый каждый день проходит два раза туда и обратно всегда рукой машет вот значит когда мы занимаемся резанием курей и уток то мы приглашаем парагвайку она живет здесь у нас колонии подруга одного мужчины очень трудолюбивая хорошая женщина всегда она это делает куры стоит где-то два пятьдесят тысячи и утка три пятьдесят это если друзья перевести на евро то где-то это 40 центов за петуха и 50 за утку центов вот сегодня 8 утра они уже приехали правда володя за ними ездил потому что у них сломался мотороллер и володя их на машине забрал там уже все я приготовила уже греется вода уже принесли первую партию петухов и они там уже у нас работают вот поспевает молодой грейпфрукт первый год дает нам плоды молодой еще не очень крупные но всему свое время вот видите там где срубили параис идет молодой и будет красивый крепкий мы так думаем но растут они конечно очень быстро я вам уже об этом рассказывала но сейчас пройду покажу как работает потому что парагвайку зовут тереза и мужчина ее никогда не оставляет всегда приезжают вместе и помогает пока я снимал этот ролик буквально на две на три минуты и подошла сюда они уже обработали двух петухов третьего зарезали и вот сейчас там режут четвертого достают из мешка вот посмотрите два уже готовы буквально очень быстро но они не просто их очищают они полностью их также и внутренней ци вынимает володя только будет это все паяльные лампы обрабатывать а мне остается только помыть разделить на порции и все разложить по кулькам и в морозильник все будет тереза делать пупки отдельно сердце печень все будет чисто лапки ножки головы но это как говорится все правильно и совершенно я считаю недорого 40 процентов за вот этого петуха и 50 за утку потому что у вас гораздо дольше общипывать тем более сейчас в зиму они уже начинают перстами обрастать для сохранения тепла и поэтому общипывать их гораздо дольше и тяжелее конечно руки пальцы болят но тереза такая труженица такая умничка многие приглашают видите уже восемь петухов обработали чистенькие вон видите как ее по попе по попе восемь петухов уже готова вова уже начал их смолить вот видите а тереза уже начинает вот их разделывать которые уже обсмоленные вот уже они тут все приготовили все уже налажено производство не первый раз вот володя их смолит решил сегодня сделать так ему так удобнее кстати вот это лампа паяльная мы когда жили в германии еще мы знали что он что мы поедем в парагвай да я вот отошла подальше чтобы лучше было слышно и когда мы ездили в россию в гости самару то был один друг витя клоков подарил ему эту паяльную лампу вот представляете какая память хорошая посмотрите друзья как им тут весело они уже тут танцы устроили а я дома уже это самое обрабатываю петушком ох ты такс ну вам конечно хорошо мне надо тоже работать теперь кто желает приходите потанцуем вот видите у меня четыре петуха уже в доме я уже начала их разделывать вот так вот уже поставила я воду сейчас я положу и пока я буду как говорится работать обрабатывать у меня уже будет готовый бульончик на обед потом как мы управиться только закину туда лапшичку случку уже трудиться как пчелки посмотрите это вот у нас еще значит четыре утки две уже обработаны и вот две последние тоже ой молодцы какие хорошо когда вместе когда дружно конечно гораздо это быстрее у нас не одна тереза у нас много еще парагвайских есть таких смешанных семей в общем как всегда жизнь во всех странах и плюс и минус ну вот видите тереза вите помогает у нее тоже где корова подойдет где там кушать готовить а ведь и ей помогает вот так все дружненько и хорошо и получается спасибо что и нам помогают ну вот я помыла еще раз полоснула все разложила по кулькам правда еще не обрабатывала пупки ножки просто хочу это побыстрее положить морозилку вот а уже потом спокойно заниматься попками пока мне сейчас поднесут наверное уток вот с утками будет потяжелее там вот эти перышки эти все нужно будет вытаскивать это наверное пинцетиком ну вот это вот сейчас все положу желтый кулечек отнесу и мы будем знать что здесь желтом кульке у нас курятинка ой 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 вот так вот разложила я но думаю наверное придется маленькую морозилку еще подключать потому что еще четыре утки и мне пришлось убрать кулечки с хлебом ну попробуй найти место дома в холодильнике думаю наверное они уже там закончили а если они закончили то у нас всегда идет маленькая ликер пауза и я была я угадала вот володя только сейчас принес уток вот они четыре штуки но это ничего страшно они уже подождут отдохнут и мы сейчас отдохнем сейчас у нас будет маленькая с ними пауза мы с ними рассчитаемся поблагодарим они уже управились и потом будем заканчивать мужа с валу для потом вот видите с восьми часов утра мы вчетвером за четыре часа можно сказать управились вот видите друзья я была права они уже управились все чистенько уже на солнышке сохнет вот это вот пол мешка это перья надо все это будет сжигать вот ну а я уже быстренько немножко накрыла стол ведь они все все убрали все чистенько все дощечки ножи все помыли все молодцы ой 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 вот видите на скорую руку мы быстренько сообразили стол у нас получился не ликер пауза а ликер и коньячная пауза вот у мужчин будет коньячная вот он любимый вегас и мне тоже он очень даже нравится за неимением здесь прагвай лучшего вот наши работнички сидят у майя на и уставшие спасибо вам огромное мы вот часто рызачкой по ликерчику шоколадки кыш уже прилетели вот а вот еще конечно орешки макадами уже жареные готовы банки были крепко закрыты так что они не отсырели будем сейчас отдыхать ну вот пауза у нас закончилась ликера коньячная все теперь уезжают наши труженики а я начну доделывать своих уток володиха сейчас отвезет так что всего вам доброго все краси краси чай 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 ну вот теперь мы разделали четыре утки володя мне помог молодец получилось чистого мяса 3300 а вместе с потрошками с печенью всего вышло 4500 одна утка была большая 3 конечно маленьких ну ничего зато посмотрите сколько получилось и главное она не старая диетическая вот наверное у меня уже наверное открылась а сейчас мы проверим ну вот кажется мы отправились нашли место для утки морозилки все получилось хорошо помыла посуду наверно в 35 раз как всегда у женщин вот остался бульон потому что я делаю всегда супчик только на один раз а это будет стоять на следующий раз вот у меня уже закипает морковка вот сейчас я поставлю на единичку и быстренько побегу в душ пока я с душа выйду все уже вот это кино у нас уже будет готов обед вот такой легкий напиток сделала кисло-сладкий со свежих лимончиков хлеб и вот такой у нас будет сегодня легкий обед всем хочу сказать спасибо за то что провели сегодня со мной целый день на часах три часа и в итоге прошло семь часов спасибо вам огромное кто досмотрел до конца с радостью но вот хотелось показать как с этим проведите день с нами вот так наверное получилось так что всем всем огромное спасибо за хороший комментарий из предыдущих роликов постараюсь каждое воскресенье все это показывать конечно это благодаря дочке она все это делает спасибо друзьям которые сегодня помогли кстати за всю эту работу мы заплатили им где-то всего лишь 5 евро друзья за четыре часа два человека заработали 5 евро так что с одной стороны хорошо ох как дешево а с другой стороны как они эти деньги то зарабатывается ну вот и все еще раз благодарю всех 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 кто провел с нами сегодня день кому это понравилось до новых встреч с вами была жанна удачи 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 солны удачи 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 Продолжение следует...